Как заставить герань цвести Почему не цветет герань, мы уже знаем. Теперь я расскажу вам, как заставить ее цвести. Как видите, геранья пересадила в один горшок по несколько кустиков, чтобы растение тратило силы не на рост корневой системы, а на цветение. Теперь начинаем формировать растение. Отсвободим кустик от старых желтых листьев и засохших веточек. Осмотрим все побеги растения. В этот раз я буду подрезать растение немного, чтобы сократить срок восстановления. Удаляю немного вытянувшиеся ветки. Обрезку тоже необходимо проводить по правилам. Перед обрезкой растение не поливаю, чтобы земля просохла. Это для того, чтобы через срезы не выходило много влаги. Для обрезки использую ножницы. Их необходимо продезинфицировать перекисью водорода или ошпарить лезвие кипятком. Срез делаю один раз. Срезаю немного наискость от почки вниз и обрабатываю ранку зеленкой. Не бойтесь обрезать веточки. Это принесет только пользу и позволит растению цвести дольше и пышнее. Отрезанные веточки не выбрасываю. Их укореняю в воде с таблетками активированного угля, чтобы не было гниения. Затем я подкармливаю герань раствором йода. Одна капля на литр воды. Поливаю по стенкам горшка. Когда наступит тепло, я применяю для своих гераний шелковую терапию. Пересаживаю ее на клумбу. Цветок чувствует угрозу и начинает пышно цвести. Осенью я ее коротко обрезаю, пересаживаю в горшок и обеспечиваю условия зимовки. Помните, герань нельзя перемещать с одного подоконника на другой. При появлении первых бутонов даже поворачивать растение не стоит. Она сбросит соцветия. Надеюсь, теперь вы знаете, как заставить свою герань цвести. Удачи вам! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал и вы узнаете много нового и интересного. Спасибо за просмотр!